Валерий Михайлович, есть вопросы? Навеку их первым. А вернут нам лодочную станцию на Голианском роду. Надо будет посмотреть, под каким соусом ее убрали и разобраться, какой повар этот соус заварил. Но скажу только, что если Голиановский пруд в таком состоянии, что по нему еще можно плавать, то постараюсь добиться, чтобы станция была. Но на самом деле проблема здесь еще и в том, что содержание лодочной станции – дело не дешевое. Ну а наше правительство исповедует экономическую теорию, согласно которой государство не должно тратить деньги ни на что. И в том числе и на развлечения. Так что придется либо выбивать деньги на содержание этой станции, причем, естественно, не из бюджета района Голианова. Бюджет у нас нынче построен так, что в районах практически ничего не остается. А финансы придется с Федеральным министерством финансов, которые, знаете, одно из стихотворений Кайна начинается строчками. У Кесаря было два казначея. Один платил, другому платил. Так вот, министерство финансов у нас твердо решило, что ни при каких обстоятельствах не будет выступать в роли первого казначея. И будет стараться все деньги, оказывающиеся в распоряжении государства, распихивать так, чтобы государство до них дотянуться не могло. То есть придется ломать прежде всего эту систему. Есть, конечно, еще один вариант устроить на этом самом Голиановском пруду платный прокат, но боюсь, что цены, чтобы содержать штат прокатной станции, придется установить такие цены, что прогулка по Голиановскому пруду не будет, не стоит просто таких денег. То есть придется разбираться не только с тем, что творится на самом пруду, но и что творится в тихом помуте на улице Винка. Дом, если не ошибаюсь, 9 или 11, не помню точно. Или, по-моему, сейчас Министерство финансов оба этих дома уже занимает. Я там последний раз проходил мимо него где-то, наверное, год назад, так что сейчас уже просто не помню. Ну, по крайней мере, Ваша просьба принята к рассмотрению, а дальше, как в автоотлетчике, ждите ответа. Спасибо. Спасибо. А что, Илья Александрович? Да. Я просто от Ваш помощника подкину идею. Мы когда разбирались с вопросами истории Щелкотского и Шоссе, Вы они уже сквозь уминули. В Вашем хорошем, таком, скрупулезном тоне, доложите, пожалуйста, общественности, вот что вы накопали. Ну, накопали много веселого. Накопали, что подрядчик эстакады меняются уже пятый раз, причем все эти подрядчики принадлежат фактически одному и тому же владельцу. Ну, поскольку он олигарх, то не обладая депутатской неприкосновенностью, я не рискну его называть, засудят за клевету. Ну, кто это, уже понятно. Вот, денег за это время съедено в несколько раз больше, чем следует по самым щедрым нормам, причем при смене подрядчиков взыскать с них потраченную сумму, насколько я помню, не только не удалось, но и не пытались. Вот, зато очередная смена подрядчика уже объявлена большой победой одного из кандидатов, баллотирующихся по данному округу, а заодно этот кандидат создал общественный совет для наблюдения за ходом дальнейшего строительства эстакада, Совет, естественно, состоит исключительно из его однопартийцев. Вот, и несколько прогулок членов этого совета в окрестностях эстакада уже удостоены множества публикаций и в партийной прессе, и в средствах общего пользования. Кроме того, уже после того, как Щелковское шоссе в некоторых местах расширили чуть ли не до стен соседних домов, выяснилось, что за кандидат расширить это шоссе невозможно, потому что там чертова уйма домов и дач, построенных практически вплотную к шоссе, и область не может выделить средства на их снос или перемещение. То есть после всего этого расширения добьются максимум того, что пробка будет начинаться где-то на километр ближе к МКАД, чем сейчас. Ну, километр это по оптимистической оценке. То есть все эти деньги на все Щелковское шоссе можно считать благополучно похороненными. Между тем, как писали в старой литературной газете, если бы директором был я, то я бы вложил, ну, примерно десятую долю этих денег в увеличение парка автобусов в окрестностях Щелковского шоссе. Потому что, не говоря уже ни о чем прочем, пассажир в автобусе занимает в десятки раз меньше места, чем в собственном автомобиле. В общем, градостроительный опыт всего мира давным-давно доказал. Минимум 4 человека из 5 должны ехать в общественном транспорте. Только тогда для 5 человека в собственном автомобиле еще удается, хотя и с трудом, но найти место на дороге. Если меньше доля пассажиров, едущих в общественном транспорте, то пробки гарантированы, как ни расширяй шоссе. Потому что, ну хорошо, допустим, расширим мы шоссе. И добьемся только того, что улочки и междомовые проезды, куда машины будут сворачивать шоссе, в свою очередь заберутся. Но проблема в том, что, опять же, мировой опыт доказал, общественным транспортом пользуются охотно, если интервал движения по одному маршруту не превышает 5 минут. Тогда люди стараются пользоваться именно общественным транспортом. Собственные машины чаще всего просто не покупают. А если уж позарез надо ехать именно в автомобиле, то вызывают такси. А если интервал движения больше 15 минут, то общественным транспортом пользуются только те, у кого нет никакого другого. Вот поэтому вот те деньги, которые убиты на Щелковском шоссе, надо было бы вложить не только в пополнение парка, автобусов, троллейбусов и прочего, но на первых порах и в оплату их работы. Потому что пока люди привыкают к тому, что общественный транспорт ходит часто, есть период, ну, в разных обстоятельствах, где-то от трех месяцев до года. Пока люди по привычке стараются пользоваться автомобилями. Вот это. На это время транспорт нуждается в дотациях. Но опять же, та экономическая теория, которую у нас нынче верено считать единственно верной, дотации запрещает вообще и утверждает вообще, что каждое из звеньев хозяйственного механизма должно оказательно приносить прибыль, совершенно независимо от того, каковы при этом будут последствия для других звеньев того же хозяйственного механизма. В результате последовательное применение этой теории приводит к тому, что механизм разрушается вообще. Кстати, большую часть того, что я вам сейчас рассказал, я писал в нескольких служебных записках. Михалычу он пытался кое-что сделать по части московского общественного транспорта, но неизменно натыкался на довольно активное противодействие. Причин этого противодействия много, но упомянул только одну из них. В начале первой Великой депрессии, которая началась 24 октября 1929 года, крупнейшие американские производители автомобилей скупили сети общественного транспорта в нескольких десятках крупнейших городов соединенных государств Америки. Скупили и закрыли. И таким образом люди в этих городах оказались вынуждены покупать автомобили и, скажем, в каком-нибудь Лос-Анджелесе, который растянулся на сотню километров вдоль Сихоокеанского побережья, так что там говорят, Лос-Анджелес это сотня пригородов в поисках года. Так вот, в Лос-Анджелесе сейчас без собственного автомобиля жить практически невозможно, потому что систему общественного транспорта, которая связывала когда-то все эти мелкие городки, уничтожили в начале 30-х годов и с тех пор регулярно принимают разномезобразные меры для того, чтобы никому не пришло в голову восстановить ее. Вот среди моей родни есть люди, живущие как раз в пригородах Лос-Анджелеса, так что, хотя я сам туда не ездил, несмотря на все приглашения, но по скайпу от них наслушался жалоб на то, что приходится ездить в машинах, хотя условия такие, что автобус, идущий с конца в конец Лос-Анджелеса, был бы идеальным выходом из положения для большей части его жизни. Так вот, я не исключаю, что и у нас были какие-то очень сходные препятствия к развитию общественного транспорта. Сейчас вроде бы дело сдвигается с мертвой точки во многих городах, включая Москву, пытаются что-то сделать, но по-прежнему мешает вот этот лозунг «все должно быть рентабельным, все должно зарабатывать при любых обстоятельствах, а что в данный момент не рентабельно, от того надо немедленно избавляться». В результате получается замкнутый круг. С одной стороны, в бюджете самих автобусных парков нет денег для закупки большого количества нового подвижного состава. Без него невозможно увеличить частоту рейса, а без этого увеличения частоты люди этими автобусами, троллейбусами не пользуются, и, соответственно, у тех нет денег. Вот.